Автомобиль устарел, его содержание обходится слишком дорого или в нём просто отпала необходимость. Эти и другие причины приводят к тому, что владелец принимает решение продать личный транспорт. За сделку физическое лицо получает доход и возникает резонный вопрос – нужно ли платить налог и в каком размере. Физические лица обязаны представить налоговую декларацию, расчёт по подоходному налогу и уплатить подоходный налог по ставке 13% в отношении доходов от продажи двух и более легковых автомобилей. При этом в налоговой декларации отражается доход от продажи второго и последующего автомобилей. Одного автомобиля общей массой свыше 3,5 тонн, одного автомобиля имеющего 9 и более пассажирских мест, одного автомобиля связанного с предпринимательской деятельностью. Двух и более иных механических транспортных средств, например, двух мотоциклов. Однако, если автомобиль был продан по цене ниже либо равной цене нового приобретения, подоходный налог не уплачивается. А вот декларацию по нему с документами, подтверждающими расходы, предоставить всё-таки придётся. Наряду с этим существуют случаи, при которых действует освобождение и от уплаты налога, и от предоставления декларации. Освобождаются от подоходного налога доходы, полученные физическими лицами, налоговыми резидентами Республики Беларусь от возмездного отчуждения в течение календарного года одного легкового автомобиля или другого механического транспортного средства. Данное освобождение также применяется при реализации автомобиля гражданами Республики Беларусь, непризнаваемыми налоговыми резидентами. Также освобождаются от подоходного налога доходы, полученные от возмездного отчуждения транспортного средства, полученного по наследству, транспортного средства на основании сделки, заключенной с близкими родственниками. Тем же, кого исключения не касаются, не позднее 31 марта следующего календарного года необходимо предоставить налоговую декларацию, а не позднее 1 июня уплатить подоходный налог. Продолжение следует...